МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. У меня в руках серебряное кольцо. Его следует три дня носить на безымянном пальце правой руки, затем опустить на ночь в воду. Утром эту воду перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Спрашивается, зачем всё это? Оказывается, по пене на воде можно узнать о венце безбрачия. Что это означает? Существует ли вообще так называемый венец безбрачия? И как от него избавиться? 25 лет. С точки зрения эзотериков, это знаковый возраст для человека. Если до сих пор не нашёл свою половинку, дело плохо. Первый признак – венца безбрачия. Мы экстрасенсы видим, чувствуем, ощущаем, откуда он берётся. Чаще всего это родители, например, девушки попадали в любовный треугольник. Например, отец изменял своей жене. Официальная психология оперирует другими терминами и называют это проблемой построения семейных отношений. Эта программа «Одиночество» закладывается в глубоком детстве. Это идёт как следствие какого-то не очень правильного воспитания. Не дай бог, там мама или бабушка были обижены на какого-то представителя мужского пола. Всё гарантировано, без всякой магии, что у этой девушки будут огромные проблемы в выстраивании семьи. И семейного счастья. Писательница Юлия Шилова, автор романа «Венец безбрачия», уверена, проблема построения семейных отношений возникла в современном обществе из-за смены ролей – женщины и мужчины. В наше время, когда мы все верим этим экстрасенсам, все верим в чудеса какие-то, в колдовство, это довольно распространено, где любая женщина скажет, что проблема даже не в том, что сейчас мало достойных мужчин, а проблема в том, что нам нет этого проклятия рода. По закону рынка спрос рождает предложение. Сценарий любовных неудач современного человека давно прописан. Неразделенная любовь на работе или роман с несвободным коллегой. Разочарование, снова роман и снова обман. Финал почти всегда одинаков. Посещение экстрасенса или психолога. Наверное, поэтому на сегодняшний день все колдуны, многие колдуны наши, многие гадалки, экстрасенсы, они достаточно хорошо живут. Писательница Юлия Шилова вспоминает. Ее очень успешная в бизнесе, но одинокая подруга, каждые выходные стала пропадать в какой-то глухой деревне под Калугой. Оказалось, что женщине пообещали там снять венец безбрачия. Узнав подробности, Юлия пришла в ужас. Отдали какой-то сверток, которым должна была 12 часов ночи, почему-то на какой-то могиле там закапывать. Какие-то свечи нужно было покупать, одна свеча стоит 40 тысяч рублей. Это безумие, которое надо было жить у себя на дому. Певица Наталья Нурмухамедова рассказывает, про каждого ее нового мужа мама каждый раз говорила. «Хороший мальчик, любит тебя, но сильно молодой. Готовься». И Наталья всегда была готова и к разрыву, и к новым отношениям. Я напивала себе мужей, потому что если есть у человека талант, он как-то привлекает людей, я теперь-то понимаю, менее талантливых. И так и получалось, что всегда вокруг меня вот мужья, они были менее талантливы. В ее паспорте 9 штампов о браке. Но ни с одним из избранников Наталье не удалось выстроить настоящих отношений. Всем своим мужчинам певица помогала, занималась их карьерой, знакомила с нужными людьми. А в итоге осталась одна. Я, наверное, выбираю сама все, приукрашиваю. Я прям думаю, ну все, последний брак, вот это то, что мне нужно. Спокойный, он такой, ну, не сильно эмоциональный. Когда вот краски мои заканчиваются, и получается, что человек совсем леглый. Что лучше? Вовсе не иметь никаких отношений? Или каждый раз вспыхивать и вновь разочаровываться? И почему одним удается встретить свою половинку сразу, а другие всю жизнь ведут поиски? По статистике, самые счастливые и долго живущие россияне – это женатые мужчины. За ними идут незамужние женщины. А самые несчастные и рано умирающие – женщины замужние. В ходе переписи населения 2002 года социологи заметили одну нестыковку. Количество женатых мужчин в среднем на 10% меньше, чем количество замужних женщин. Откуда взялись эти самые 10%? Возможно, женщины и мужчины по-разному воспринимают сожительство без регистрации. Нельзя исключить и то, что примерно каждый десятый мужчина живет на две семьи. Ведь недаром в известной песне поется, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Елене Синицыной 43 года. В ее жизни до сих пор не было ни белого платья с фатой, ни лимузина с шампанским. Вроде успешный маркетолог, дом полная чаша, дочка умница. Но пока делала карьеру, все знакомые интересные мужчины нашли себе жен. У меня встречались различные совершенно мужчины. Это были мужчины разного возраста, разных профессий, разные по характеру. Многие из них мне были симпатичны, в некоторых из них я влюблялась. Два раза в жизни отношения доходили до предложения руки и сердца. Но в самый последний момент словно злой рок вмешивался в судьбу. Все рушилось. В конце концов, Елена решила разобраться, почему ей не удается завести близкие доверительные отношения с мужчинами на протяжении стольких лет. Чтобы выяснить это, мы повели Елену к нескольким специалистам. Сначала идем на прием к экстрасенсу. Это, может быть, я не разбираюсь в людях и делаю изначально неправильный выбор? Или это все-таки что-то действительно, как вы говорите, связанное с венцом безбрачия? Я могу точно сказать, что причина не в вас. Дело не в том, что вы не умные и не можете понять, кто ваша вторая половинка. А все-таки проблема заключается в том, что внутри вас и на вашем поле, на вашей судьбе есть чужое влияние. Мы называем это порча на одиночество или венец безбрачия. А также это называется еще зависть, когда очень много завидают. Следующий наш эксперт – Денис Холодницкий. Он называет себя черным магом и сразу предупреждает. Венец безбрачия ни диагностировать, ни тем более снять он не сможет. Венец безбрачия в принципе не существует. Этот термин был придуман в 1992 году одной из моих коллег. Чтобы объяснить те совпадения, которые происходят у людей, в какую-то новую фишку. Это бренд. То есть, если с человека нужно снять венец безбрачия, то это сразу хороший заработок. Тем не менее, Холодницкий осматривает Елену на предмет возможной порчи или сглаза. Может быть, злые слова завистников, сказанные в спину, обернулись неудачами в личной жизни. Если мы говорим о воздействиях, то можно сделать порчу. Но порча это делается на совсем юную девушку, когда она еще девственница. И тогда у этой женщины по жизни не будет мужчин. У вас же этого нет абсолютно. У вас все в порядке. Вывод Дениса парадоксален для эзотерика и больше похож на рекомендацию психолога. Елена научилась вести бизнес и строить карьеру, но абсолютно не умеет строить отношения с мужчинами. Наш следующий эксперт – специалист по семейным вопросам Валентина Закоцоло. В простонародье – профессиональная сваха. Она сразу интересуется, какие требования Елена предъявляет к потенциальному жениху. Мне очень симпатичные мужчины, которые достаточно самоуверенны, которые уважают женщину, которые готовы к отношениям. Психолог утверждает – мужчины опасаются самостоятельных женщин, которых невозможно ничем удивить. Есть правила трех встреч. Первая встреча – это физика и химия. Вторая встреча – это вы понимаете больше о мужчине, что он из себя представляет. И третья встреча – готовы ли с ним идти в отношения. Выйти замуж не напасть. Как бы замужем не пропасть, считает писательница Юлия Шилова. Ведь успешная, красивая женщина средних лет нередко сама становится желанной добычей лентяев и альфонсов. Женщины оказались более приспособлены к условиям выживания. Они стали более успешны, чем мужчины. С самостоятельными, успешными, но, увы, одинокими женщинами всё более-менее ясно. Они не могут найти спутника потому, что вообще не умеют строить семейные отношения. Эзотерики называют это венцом безврачия, психологи – комплексом Афины. Но в последнее время появилось достаточно много богатых, успешных мужчин, которые тоже никак не могут построить отношения с женщинами. В этом конверте фотография мужчины. Он богат, знаменит, успешен, красив. В мире шоу-бизнеса известен своими искромётными романами. Вы, уважаемые телезрители, наверное, уже жаждете разгадки. Но сначала наши магические эксперты должны определить, чья фотография находится в конверте и почему этот человек так и не может остановить свой выбор на какой-то одной даме сердца. И потом, впрочем, всему своё время. Денис Холодницкий, известный среди эзотериков как тёмный маг, сразу чувствует – от конверта идёт мощная мужская энергия. Очевидно, что у этого человека может быть много разнообразных женщин, с которыми он может пробовать начинать отношения. Иногда неуспешно, иногда успешно, но так или иначе, я не думаю, что этот человек однолёг. Кто же этот знаменитый красавец-сердцеед, который просто ещё не встретил свою вторую половину? Он выглядит, видимо, очень хорошо, довольно молодо. Он какой-то необычный человек. Видимо, у него тоже какие-то свои способности есть. Возможно, у него борода какая-то есть. Борода. Но вижу, что одинокий. Вижу, что есть дети, есть женщины. Сто процентов нет брака. Вывод Дарьи Мироновой неутешителен. В долгие отношения этот человек, скорее всего, не вступит никогда. Я констатирую, что у человека, кто здесь, в этом конверте, есть, ну, скажем, порча на одиночество, или мы называем одной из разновидностей венеца безбрачия. Человек, чьё фото было скрыто в конверте, весьма удивился такому вердикту. Венец безбрачия для меня это понятие очень условное. Человек сам себе придумывает. У него возникает фобия. Он становится в сомнении, он становится мнительным. Ему кажется, что вот ему не повезло, что вот у него... И он зацикливается на этом. И начинается жизнь строиться вот так, как он себя, как бы, закрутил. В принципе, наличие плохой семейной кармы, как причины неудач в личной жизни, популярный художник не отрицает. Если у тебя есть действительно какие-то родовые последствия, нужно их исправлять. Ходить в церковь, делать благие дела. Помню Морозко, помните, когда он... Хорошо старушка была слепая. Он говорит, давай, довезу чётку. Какой ты милый красавец мой. А он медведь. Я думаю, и любая карма исправляется. Как это ни парадоксально, но одинокими чаще других остаются очень красивые люди. Психологи, напротив, видят в этом некую закономерность. Красивым девушкам гораздо тяжелее, как мы знаем, создать семью. Потому что им с детства внушают, что, ах, ты такая королевичная, тебе нужен только принц. Соответственно, иллюзорная завышенная планка тоже венец безбрачия. Если он, конечно, планкой поставил, что у него будет только принц, и она будет ждать этого принца, то принца можно не разглядеть даже, как бы, не то что в толпе, а среди своего окружения. А принц, он может быть такой завуалированный. В поисках завуалированного принца или принцессы надо полностью поменять обстановку, считает художник Ника Сафронова. Поменять район, город, изменить что-то. Если у тебя что-то не так идет, ты должен что-то сделать другое. Или заменить работу, но сделать ее так, чтобы она тебе нравилась. Может, ее хоть в деревню, завести себе корову и жениться на доярке, и жить счастливо. Психологи утверждают, если человек сознательно не хочет отношений, он обязательно увидит пену на воде. Признак венца безбрачия. Даже если этой пены там нет. Лично мне кажется, что этот псевдодиагноз такая удобная отговорка для самого себя. Зачем я буду работать над собой? У меня же все равно венец безбрачия.